дорогие друзья всем добрый день вы находитесь на канале как у тебя life меня зовут екатерина мне 45 лет и на своем канале рассказываю о процедуре к о том что с ней связано делюсь с вами своей историей показываю свою жизнь и рассказываю ой к беременности которая наступила после пяти лет ком на 10 переносе 10 переносов не было это для тех кто только что присоединился к моему каналу новые зрители постоянно появляются и я хочу также сказать кто смотрит меня без подписки я смотрю что некоторые до сих пор смотрят без подписки пожалуйста подписывайтесь это намного удобнее у вас будут приходить уведомления когда будут выходить новые видео и также нажимайте колокольчик до чтобы они приходили я всегда очень рада новым подписчикам и тем кто связан с и к и тем кто совершенно не связан с и код тем я очень рада как вы видите я нахожусь не дома я нахожусь на складе у себя вот давно я здесь очень не снимала ну как бы бываю там практически на каждый день но стараюсь не снимать тут не очень хорошее освещение видите такое да опять получается пухше лицо сейчас как бы утро понедельника такие лампы как бы дневного света здесь и плюс я забыла дома кронштейн забыла держатель до для телефона и вот долго тут приспосабливал около компьютера чтобы как-то поставить но все равно видите как бы свет с одной стороны и в общем он такой не очень хороший так что прошу прощения заранее но зато тишина полная здесь изолированное помещение на первом этаже никто не мешает поэтому очень очень тихо и я думаю что все будет прекрасно слышно вот ну стараюсь не снимать чтобы знаете там не писали вот лежите дома надо лежать всю беременность вот надо себя беречь как крустальную вазу куда вы все ездите вот поэтому я стараюсь не раздражать людей как бы и снимать где угодно но не здесь ну сейчас так вышло что как бы я хочу снять для вас видео а я вот по два раза в день как так скажем я туда-сюда все равно есть действия много времени провожу что касается самочувствия меня все в порядке тьфу 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 да уже пошла 16 неделя вот у меня как бы проходит вот это сонливость да уже ну я считаю что прошла конечно сил не прямо столько как во время беременности но сил много вот так же у меня отходит на задний план токсикоз то есть он только вечером и в общем то конечно же вот увеличивается но ничего как бы не тянет ничего фу тьфу тьфу не беспокоит очень настроение хорошее на улице все цветет у нас как я говорила очень поздняя весна в этом году вот все вот в один момент единственно что сирене она еще до зачатках а так все яблони черемаха вот этот свет сумасшедший ты сидишь и все в таком белом цвету очень красиво каждое настроение приподнятая погода не сказать что прям теплая но все равно дождя нет очень-очень вот знаете такое предвкушение наступающего лета это всегда такие ощущения вот конец мая не знаю для меня да обычно конечно же цветет сирень еще к этому прибавляется вот этот запах сирени который у нас городе очень много сирени который вот струится просто по городу обожаю сирень вот и всегда вот это предвкушение что что-то новое тебя ждет лето впереди и вы час тоже самое только без сирени только яблочный цвет яблочный и черемуховый но все равно очень хорошо сирень тоже конечно же зацветет небольшое такое отступление так и сегодня видео будет посвящено ощущениям на 13 14 15 неделе беременности 13 14 15 это когда у вас как бы наступает уже 12 недель и пошла 13 11 12 видео мне такое есть и 13 14 15 сейчас я расскажу о ощущениях вкратце 15 я всю провела практически больницы и сейчас у меня уже как бы второй день как пошла 16 это уже отдельная тема вот значит буду рассказывать конкретно о себе да вот значит ну у меня продолжался токсикоз принципе до сих пор продолжается по вечерам да но уже было легче на 12 на 13 14 15 уже с утра я его не ощущала днем практически не ощущала и ближе к вечеру вот особенно когда перерывы в еде и также когда и поешь принципе тоже да вот возникало такое ощущение когда мутит вот их хочется чего-то опять там заесть каким-то это фруктом помогает помогает мне в этом случае киви там апельсин грейпфрут вот такие какие-то до кисло сладкие фрукты кислые да они мне очень хорошо снимают и вот минерал очка тоже минерал очка очень хорошо именно с газом ну я разную покупаю там новатерская разная моржоми может быть или вообще какая придется да просто питьевая с газами тоже очень хорошо снимает поэтому вот особо так вечером прям на ночь есть не хотелось я не ела может это и связано с тем что как бы я не вот в этот период я не набираю и до сих пор как бы не набираю то есть вот вес стабильный там с утра в зависимости ты ну больница соответственно ты в одежде взвешиваешься там 72 200 72 500 если без одежды это будет там 72 72 100 да там по-разному да то есть весь вес стабильный у меня стоял в этот период вот на этой цифре не повышался в принципе еще раз напомню что прибавка от начала беременности у меня составила минус один килограмм вот но надеюсь сейчас уже скоро будет прибавлять то есть вот это тошнота уйдет и как бы уже будет такой хороший аппетит коим я все время отличалась да у меня я много двигаюсь у меня ну действительно хороший аппетит вот но тоже буду стараться конечно на ночь не перебарщивать чтобы вот не было этой поправки так что так так как вечером соответственно вот такое состояние то есть фрукты и все как бы ужин там в шесть пять шесть семь и подальше фрукты и все никаких больше там перекусов и я не делала вот так же в это время у меня сильно достаточно увеличился живот я вам больницы как раз на 15 недели показывала какой он вымахал дело в том что за эти три недели вот ну я это взяла тоже не с головы из приложения по беременности вот сильный рост ребенка плода как уже называется 12 недели до этого эмбрион а после 12 недели уже плод и о его вес и размер увеличивается в два раза вот поэтому достаточно такой сильный рост еще у меня плацента расположена по передней стенке может с этим связано также узкий таз и меня вот прям очень сильно округлился живот вот у себя прям даже ощущаю когда застегиваю там шнур завязываю шнурки или что-то мне надо наклониться то есть он мне уже так в принципе мешает да хотя еще такой достаточно ранний срок значит что касается там каких-то тянущих болей вот поясница у меня тянула именно когда я долго похожу да что-то что-то поделаю да не с утра это все а вот от какого-то напряжения видимо давление там ну плюс мои вот эти грыжи да то проблемы у меня значит тянуло поясница сам живот не тянул а также живот не каменел никакого тонуса не было но единственное что когда ты лежишь как-то на боку или что-то или как-то резко встанешь вот тянет связки справа слева но мне кажется что это связки до матка на которой крепится она видимо увеличивается так резко и вот такие какие-то будто потянули тебя справа или слева живота да то есть мне кажется там вот как-то органы меняют свое положение и вот из-за этого когда-то вот лежишь там резко лежал на боку резко как-то встал то вот бывают такие вот ощущения также немножко кажется уже 15 недели что как-то ну вот идешь и как-то немножко я не знаю туля дышка может как-то поджимает уже чуть-чуть легкие не знаю на самом деле это еще наверно рано либо у меня просто такое ощущение от моего живота вот ну как-то он уже его ощущал немножко мешает и даже кажется что чуть-чуть мешает как-то дыхание не такое стало да вот в общем то так все в порядке было мне в этот период как раз уже нормали за ну вот я занимался нормализации сахара нормализовался сахар в принципе у меня уменьшая ну вот на данный момент уже как неделю наверное сильно уменьшилась жажда уже нет такой прям жажды ночью там вот как было когда вот сахар был там повышенный видимо все-таки это связано что касается давления тоже она как бы в норме я купила тономертор меряем два раза в день а больница вообще мерила там делать нечего бывало и 3-4 раза в день больница вообще она была там 105 110 115 ну вот если что-то там может быть понервничаешь да она может быть там 125 как бы ну вот допустим прибежал мерить давление там же надо успокоиться да не говорите успокоиться вытянуть ноги это правильно правильно как мерить да никуда еще не говорить когда надувается вот сжимается прибор и соответственно если вы смирили вы бежали допустим как я там на прием терапевту там бежал на второй этаж опаздывала вас пришла и сразу померили вот надо посидеть там несколько минут успокоиться и потом уже в спокойном состоянии поэтому давлением фу-фу-фу мигрени у меня была один раз в больнице тоже мигрени как-то были но 15 недели уже начали проходить на 1 раз не больницы было было это никак не связано с давлением я поговорила с терапевтом больницы это вообще отдельная история но у меня не связаны вот я приехала когда тоже соответственно нервничала в первый день и вот это вот история там с этой ночной сигнализации дневной но дневной то ладно это что как бы постоянно кто-то был со схватками в палате и вот в первую ночь очень сильно кричали в родильном отделении внизу и у меня вот сон вообще просто неудобная кровать и тут все наложилось и я стала вот с мигренью вот причем про цитамол у меня не было дома это я не рассказывала попросила у них они сказали у старшей мистерии там старшей акушерки у них нету и врач сказал что нету мы можем вам говорить проколоть уколоть какие-то про фен или что-то ну типа кетанола игры нет спасибо это очень вредно для ребенка вот и как то я тоже холодное полотенце у меня было два платил с собой одно намочила холодное прикладывала там ножку выпила но очень как-то потом нормально уже более-менее как ты поспала да и вот на следующий день у меня все это прошло вот хотя мне дочка потом привезла этот парцетамол в общем это у меня напрямую связано вот когда я плохо сплю переутомлюсь разволнуюсь вот ну а в общем то вот до сегодня допустим спала очень хорошо да не сказать что прям много да ну хорошо прям никто не будил естественно у меня много энергии никаких там головных болей никакой мигрени у меня нету вот значит мигрени тоже как бы в этот период отступали вот у меня было был момент до в первом триместре в конце когда прям вот они меня чему считал десятая неделя да там прям по три раза в день вот только не начали появляться и потом вот как они пришли вот получается так и ушли и надеюсь если будут посещать то крайне редко мне а значит ну в общем то на этом ощущение заканчивается так скажем ну как вы поняли да то есть уже с тринадцатой недели начинается второй триместр и как бы сонливость вот это уходит уже не так тебя рубит не так ты устаешь что еле ноги тягаешь да то есть прибавляется энергии уходит токсикоз но с другой стороны увеличивается живот вот конкретно меня у в основном в общем массе еще конечно никаких животов у людей на этих сроков либо очень маленькие либо ну они не мешают и как бы вот их не ощущают то есть я так смотрела больницы конечно спрашивала там какой срок тоже говорит 14 и как бы я вижу что в основной массе конечно животики еще очень маленькие дорогие друзья вот в принципе наверное все ощущения да вот кстати говоря уже в этот период не тянет на соленое если это тоже насчет кулинарных ощущений если в первый триместр особенно в начале прям хочется какого-то соленого мариновано в квашеных капусты соленых мариновых огурцов очень маринованных помидоров не хотелось помидор собственно соку корейской морковки морской капусты здесь уже все умеренно так да то есть вот это вот отходит на задний план да иногда хочется корейской морковки тем более меня муж сам готовит вот когда они готовят можно купить магазине морской какой-то капусты каких-то оливок но не так что прям вот тебя трясет да а больше уже идет упор на то что хочется как бы фруктов да там салатика там зеленью с кинзой с помидорами которые уже сейчас хорошие чем появились да уже такие азербайджанские мясистые красные вот даже они вкуснее чем розовые кстати говоря с огурчиком этих салатиков вот этих фруктов вот как-то в сторону да такого не соленого мариновано более там здорового питания как-то такая тяга у меня что хорошо в принципе да вот а еще что касается да немножко у меня упал гемоглобин да в принципе норма написано 120 140 ко мне в больнице вот померили как раз это была 15 неделя до когда я поступила у меня он 117 да немножко как бы мне это беспокоит но я понимаю чем это связано потому что я сидела на диете и как-то видимо вот все таки да какие-то ограничения кушать время достаточно хотелось потому что она не такая калорийная и соответственно гемоглобин начал падать сейчас конечно надо упор делать на гречу на яблоки на гранат на гранатовый сок но тоже осторожно пусть у меня гастрит и также я так понимаю что печень там говяжья и вот говядина соответственно повышается гемоглобин либо уже потом использовать какие-то препараты железа но они сказали 117 еще нормально да там но у меня всегда там 130 135 поэтому естественно мне это немножко беспокоит с гемоглобином ну в общем то все ощущения за эти три недели я вам рассказала также вы можете написать может быть какие-то вопросы что-то я упустила и написать свои ощущения что вы ощущали в это в этот период времени конечно хочется чтобы токсикоз уже быстрее быстрее прошел вообще не тревожил даже вечернее время чтобы уже ощущать себя как-то какой-то период да вот вот этот второй триместр себя нормальным человеком пока еще вот не вы не вымахал такой огромный огромный живот вот но кстати я тоже спасаюсь это не очень полезно всякие вот мятные жвачки тоже мне очень помогают а когда уж совсем не втерпешь и кушать не хочется вот закинешь пожуешь и вот так вот вот так вот они вручают да спасибо тоже большое мятные жвачки мятные конфетки без сахара там какие-то леденцы вот вы мне тоже советовали и минералку тоже вот лимонную водичку еще у меня сейчас муж делает то есть лимоны берет не знаю как он делает в общем короче я даже не знаю у него несколько лимонов нарезанных и делает что-то типа лимонада единственное что там все равно там сахарок грубо говоря какой-то присутствует ну вот тут я с больницы приехала и прямо мне сильно тошнила затошнила в этом в такси уже был вечер я еще сидела в телефоне постоянно переписывалась когда в телефоне ты сидишь и едешь еще на заднем сиденье еще больше вот этот вот лимонадик я достала из холодильника разбавила водичку у меня была минеральная с газами не было я попросила купить и вот такая слегка да вот это лимонная с газиками и вообще очень хорошо меня это все сняла так скажем вот дорогие друзья на этом я хочу попрощаться в сообществе обязательно публикую то блюдо название блюд и кое-какие рецепты блюд которые я использовала для понижения сахара и которые у меня конкретно да сахар не повышают что можно готовить при таком диагнозе как дистанционный диабет беременных на то есть я пообещала и я этим занимаюсь просто это ну как бы требует некоторого времени чтобы это себе систематизировать вот так же ну можете писать да что какие вы блюда использовали к под этим постом вот потому что в принципе все индивидуально кому-то нравится кому-то не нравится и также есть как я говорил уже свои провокаторы то есть у меня может повышаться на одно сахар и не повышаться там на другое у вас может быть принципе на эти же продукты сахар повышаться так скажем вот дорогие друзья на этом я хочу с вами попрощаться на этой радостной ноте вот всех была рада видеть всем спасибо за внимание и конечно же до новых встреч пока пока